Антропология, потому что я хотела изучать судебную антропологию, но так как судебная антропология это новое направление в центральной именно Азии, мне было тяжело найти судебную антропологию, особенно факультет, и я рассматривала разные университеты в центральной Азии, и так как я изначально вообще поступала, конечно, в разных сферах, то есть я поступала в шесть университета, в три провалила, в три поступила, но я поступила, конечно, там в первый университет я поступила, это высшая экономика была в Москве, поступила на политологию. Понятно, что судебная антропология это не очень сильно связано, но все же решила попробовать. Второе это было IT, я поступила в корейский университет, и вот в третий выбор это пал на антропологию, потому что антропология, она связана с судебной антропологией. И, конечно, изначально я хотела изучить саму структуру того, что мы должны изучать в антропологии, и я поняла то, что антропология это очень широкая дисциплина, где вы можете изучать все социальные сферы, включая культуру, социологию, также журналистику в какой-то сфере мы изучаем, потому что мы очень часто ездим на исследования и проводим интервью с местными жителями. Я не сожалею, что я выбрала АУЦА, я наоборот горжусь тем, что я студентка АУЦА, потому что АУЦА дает очень много возможностей. Когда я приехала, я в первый раз узнала, что вообще такое волонтерство, так как я сама из Узбекистана, я приехала с Ташкент в Бишкек, для меня это было новое место. Я не знала ничего про Бишкек, я не знала ничего про Кыргызстан, кроме того, что он расположен по соседству Узбекистану, и я старалась воспринимать это выбор АУЦА как возможность чего-то нового. Это был риск, но риск оправдал, как бы, особенно в первый год, я старалась выкладываться на все 100%, дабы оправдать свои ожидания. Я ставила перед собой хорошие цели, то есть не просто отучиться на хорошую оценку, ну достаточно просто стать профессионалом своего дела в антропологии. Нет, для меня было что-то большее. Особенно хорошо мне повлияло встречи с людьми, с успешными людьми, то есть не только в Кыргызстане, но также с Центральной Азией, благодаря которым я начала формулировать более четко перед собой какую-то цель, ставила, что же я хочу в жизни, и не просто концентрироваться в академической сфере, но также чего я хочу большего, например. Там конференции участвую, потому что я тоже хочу рассказать о своей стране, я хочу рассказать о своей культуре, я хочу поговорить о правах не только женщин, но о правах вообще человека в целом. В течение первого года я перед собой поставила цель, цель поездки за границу, то есть я искала в разных сайтах международных именно возможности посещения международных не только конференций, но также летних школ, потому что для меня это в первую очередь международная связь с другими людьми, это возможность узнать что-то большее о других странах, возможность, не знаю, попрактиковать свой английский язык, безусловно, и возможность дать слово себе, рассказать что-то о своей стране, рассказать о своей культуре и о месте учебе, почему бы нет, да. Для меня это было очень хорошим опытом, даже сказала бы отличным опытом, в плане того, что я научилась находить общий язык с разными людьми, не просто говорить что-то о себе, а в первую очередь научиться слушать других людей, научиться быть вежливой, научиться быть лояльной и особенно научиться говорить тактично в первую очередь, потому что то, что принято говорить или формат твоего общения в твоей стране не всегда приемлется в других народностях, это самое важное. И когда я встретила людей с Непала, там были с Америки, также были участники, были, большую часть, конечно, были с Азии, то есть были с Монголии, были с Китая, были разные. И мне нравилось то, что они все разные, и это было так интересно, мы дополняли друг друга. Я никогда не знала про европейцев более того, чем с книжки, чем с прочитанной информацией с газетой, с новостей. Мне хотелось понять, действительно ли соответствуют все стереотипы в реальности. Я начала общаться с ними, поняла, что большую часть того, что мы говорим и пишем, это не всегда соответствует действительности. Я начала изучать их. Для антрополога мне это просто восхищает изучать других людей, изучать их историю, изучать их культуру, изучать их религию, потому что религия, культура и также место, откуда нас формулируют как личности. И когда я пришла в ОЛЦА, с первого же курса нам учителя начали говорить, вы должны иметь свое мнение, вы должны иметь сильные аргументы, чтобы поставить человека на место, если он говорит неправильные вещи. Я советую школьникам, которые хотят понять, в какой сфере мне развиваться, в первую очередь поставить перед собой вопрос, кем я себя вижу через 20 лет и каким человеком бы я хотела видеть себя напротив себя, видя себя в зеркале, каким человеком я хотела себя видеть. А вот сам можно описать тремя важными словами. Это международный, потому что здесь собрано столько людей из разных стран, и у тебя в первую очередь развивается твое communication skills, то есть ты начинаешь разбираться с людьми, какие они, откуда они, узнавать, что есть вот такие типа этнических культур, а есть, оказывается, вот эти, есть религии вот в этой сфере, например. И ты начинаешь разбираться в ценностях чужой культуры, в первую очередь. Ты начинаешь более уважительно относиться. То есть ты уже не живешь по стереотипам, а живешь по своему опыту. Общаясь с людьми, у тебя уже формируется какое-то мнение о определенной культуре. И это классно, потому что у тебя это не стереотипы, это не кто-то тебе сказал, это уже твое собственное мнение. Второе слово — это возможности. Я могу сказать, как третье слово, это как аватсад, это не просто место, где ты получаешь классифицированное образование, но также ты получаешь семью. Да, ты можешь знать не всех студентов, ты можешь знать не всех преподавателей, но когда ты приходишь сюда, тебе нравится эта студенческая жизнь здесь. Ты чувствуешь какую-то частичку себя, у многих студентов. Но не зависит от этого, вот эти четыре года проведенного в ОЦА, вы наслаждаетесь не только от учебы, а от самой атмосферы того, какое вам предоставляет ОЦА. То есть обстановка в ОЦА, она домашняя. Здесь есть кресла, здесь есть диваны, на которых можно полежать после учебы. И здесь реально как дома тебя ощущаешь. Я не видела ни одного университета еще в своей жизни, кроме ОЦА, где ты можешь ходить по холлу и захотеть поспать, пошел, лег на диван, и никто тебе ничего не скажет. Это нормально, потому что ты как дома. Ты чувствуешь здесь себя расслабленно, и при этом у тебя начинает кипеть мозг во время учебы, но при этом ОЦА тебе дает возможность расслабиться, когда тебе это хочется.